Всем привет! Сейчас около меня стоит самая противоречивая и самая громкая новинка последних дней. Это Aorus Commandant, который показали буквально два дня назад. Ажиотаж людей говорит сам за себя вокруг этой машины сейчас. Стоит этот российский автомобиль почти 34 миллиона рублей. Что же он может противопоставить своим конкурентам за эти же деньги? Сейчас узнаем. Поехали! Комендант построен на той же платформе, что и Сенат. Единственная колесная база уменьшилась у него на 200 миллиметров. Наш автомобиль в достаточно интересном цвете и с достаточно необычным салоном, который мы посмотрим чуть позже. Напротив здесь же стоит полностью черный автомобиль на светлом салоне. Это, знаете, такая классика жанра. Здесь же что-то интересное. Опять же, в передней части здесь преобладают такие вертикальные черты. Допустим, возьмем эту массивную решетку радиатора с гордой надписью Aorus. Она идет полностью от капота до конца переднего бампера. И я смотрю на эту оптику. Если честно, мне этот автомобиль напоминает даже больше вблизи не какой-то Rolls-Royce Cullinan, как многие сейчас напишут, а какой-то даже Lincoln. Вот если сравнить внешне, эта передняя оптика очень даже похожа. Правильно этот цвет называется Copper Dusk. Очень интересно он выглядит. И называется точно так же очень интересно. Если спереди, как я сказал, обратите внимание на эти вертикальные черты, то сзади эти все черты ушли. Здесь же все у нас, знаете, так ориентировано на горизонтальные линии. Те же самые фонари. Здесь хромированные линии в этом бампере. И, как советуют сами дизайнеры, обратите внимание на линию, которая находится сбоку. Она здесь вот так прерывается. И это как бы должно говорить нам о том, что машина выглядит более подтянута. Опять же, выхлопные трубы от нашего V8 это не какая-то бутафория. Это самые настоящие рабочие трубы. Честно, мое субъективное мнение, когда я смотрю на него сзади, спереди я сказал, он мне напоминает какой-то прям Lincoln. То сзади он мне напоминает Bentley Bentaygo. Особенно, когда она была в дорестайлинге из-за этих горизонтальных таких квадратных фонарей. Ну, что-то в этом есть. Опять же, я не вижу ничего в этом плохого. Когда Aorus позиционирует себя как максимально премиальный сегмент, они, опять же, ориентируются на лучших. И в этом ничего такого нет. В салоне здесь преобладают вот такие деревянные вставки. И это светлое дерево, которое выглядит дорого, но вряд ли современно. И вот я говорил про эти необычные цвета в салоне. И да, здесь у нас, естественно, все сиденья белого цвета. Если мы посмотрим наверх, то увидим потолок полностью из алькантары, стойки из алькантары. И они такого, знаете, вишневого цвета, бледно-вишневого цвета. Но тоже выглядит дорого. И, как сказал сам дизайнер, который создавал этот автомобиль, такие цвета достаточно необычные. Что снаружи, что внутри. И вот это количество дерева преобладает здесь, потому что сами потребители этих автомобилей говорят о том, что им якобы вот это нравится все. Но, опять же, роскошью и каким-то величием от этого автомобиля пахнет, на самом деле, за несколько километров. Здесь достаточно традиционная конструкция салона. Здесь у нас управляется климат, и здесь два огромных дисплея. Приборная панель у нас цифровая. Здесь же у нас мультимедийная система. Ее управление все заключено здесь, в этом джойстике. Работает, кстати, быстро. То есть, вот я сейчас прям быстро переключаю, ничего не виснет. Все достаточно срабатывает абсолютно без проблем. Кнопки здесь расположены вокруг этого джойстика, ими вы тоже можете управлять как навигацией, так и мультимедией. И есть здесь такой джойстик Drive Mode. Мне, кстати, нравится эта тема, когда экраны с информацией о том, что вы регулируете, расположены внутри самого регулятора. То есть, опять же, это вот, например, климат-контроль или Drive Mode, который отвечает за режимы движения. Здесь у нас есть Comfort, Sport и Allroad. Allroad — это внедорожный режим, когда полный привод у вас будет работать, так сказать, на максимум. Здесь есть все имитации блокировок. Они электронные. Электрический ручник, достаточно обычный рычаг КПП. Ну и рулевое колесо с гордой надписью «Комендант». Странно, кстати, что руль у нас без всяких специальных выемок подушечек под пальцы. То есть, он просто ровный. Когда многие блогеры выкладывают обзор на Aorus, на любой, на Сенат или Комендант, они не снимают мультимедийную систему. Это на самом деле очень жалко, потому что мне этого, например, очень не хватает. Я прям хочу подробно ее изучить, посмотреть, что здесь есть еще. И то есть, как видите, здесь у нас есть и управление климатом, также и управление всеми настройками автомобиля. Здесь регулируем кондиционер, регулируем потоки, температуру, освещение. Здесь же сразу у нас в меню переходит закрытие, блокировка, стеклоочиститель, датчик дождя. Все это здесь можно активировать и выключать. Что же у нас во вкладке «Система»? Ну, здесь, видимо, настройки самого дисплея. Язык, формат времени и так далее. Звуки – это настройки эквалайзера, я так понимаю. Навигация, включить-выключить ее подсказки, голосовые. Экраны. Здесь, я так понимаю, мы можем регулировать экраны не только свой вот здесь спереди, но и сзади, которые находятся. Статус автомобиля. Ну, статус этого автомобиля точно не самый последний. Но здесь, видимо, показаны сервисное обслуживание и все остальное. Карта. Вот, кстати, как она интересно у нас отображается. Достаточно крутая графика. Вот так выглядит обычное радио на Аурусе. Ну, и чтобы вы понимали, да, я все делал вот этим джойстиком. Хотелось бы, наверное, более тугое нажатие вправо-влево-вперед-назад, потому что он в слишком свободном таком ходу. Здесь регулируется громкость. И вот эти кнопки тоже мне, собственно, помогали. Они такие достаточно большие, интуитивно понятные, но не самые дорогие, откровенно говоря. Здесь у нас подстаканники, я так понимаю, с обогревом и с охлаждением. Классно, кстати, сделано. Вот это точно лайк. Микролифт. Все это у нас здесь есть. Это выглядит как будто как какая-то крышечка, но здесь ничего нет. Вот так вблизи выглядят все кнопки. Они все под металл. Достаточно большие тоже. Здесь такая небольшая ниша открывается. Такие ручки. Очень много структурное. И дерево, и красный цвет, и белый. Ну, конечно, красный салон на Аурусе, это прям необычно, как минимум. И чтобы вы понимали, вот точно такой же салон будет и в Сенате. То есть салон у них полностью повторяется. Вот так выглядят сидения. Очень широкие, очень толстые. С надписью, опять же, комендант здесь, Аурус. Логотип на подголовнике с перфорацией. Здесь, естественно, есть вентиляция. Я когда первый раз открывал двери на этом Аурусе, я прям удивился, насколько они массивные и тяжелые. Прям вот надо прилагать усилия, чтобы они открывались. Ну, понятное дело, премиум. Давайте посмотрим, что же у нас здесь на заднем ряду. На заднем ряду, в принципе, точно такие же регулировки. Сейчас попробую сюда сесть. Ну, а сзади здесь раздельный диван. Два таких капитанских кресла. Посередине беспроводная зарядка для одного телефона. Но это, в принципе, нормально. Сверху здесь у нас есть зеркало, которое вот так открывается. Оно очень большое. Я бы даже сказал, больше, чем в Майбухе. Здесь подсветка. И также огромная вставка из дерева. Столики есть для обоих пассажиров. И для правого, и для левого. Спрятаны они здесь, вот в этом центральном подлокотнике. Здесь USB разъемы и достаточно большой бардачок еще посередине. Здесь же у нас еще есть холодильник. Посередине есть еще небольшая ниша с микролифтом, с подстаканниками, которые точно так же обогреваются. И посередине самое главное, это блок управления климатом для задних пассажиров. Всеми подогревами и обдувом точно так же. А дисплеем вы будете управлять с этой стороны на двери. То есть здесь точно так же есть джойстик. Я могу его активировать. И, в принципе, интерфейс повторяется точно такой же, как у экрана спереди. Просто он чуть меньше. Ну, а теперь самое интересное, что же приводит в движение эту трехтонную махину. Это двигатель V8 4,4 литра на 598 лошадиных сил и 880 ньютон-метров крутящего момента. Почти 900, да почти 1000 момента у автомобиля с завода. Ну, этот двигатель разрабатывался совместно с Porsche Engineering. Сейчас, как говорят производители, они отказались от сотрудничества с ними. И переходят полностью на отечественное производство. То есть на производство компонентов, которые нужны для этого двигателя. То есть они потихоньку адаптируются. К сожалению, да, никто не знает. И эта информация умалчивается. Она держится в секрете. О том, сколько всего Aorus'ов Senat, например, продано. Ну, этих автомобилей еще нисколько не продано. Ее показали вот только два дня назад. Также здесь пневмоподвеска. Ее ход порядка 6 сантиметров. Клиренс у нас от 200 миллиметров до 260. Кстати, как говорит сам производитель, уже есть автомобили Aorus' Senat, которые проехали больше 100 тысяч километров. И никаких проблем с ними не возникло. Здесь, естественно, есть сервопривод багажника. Сразу вижу знак аварийной остановки, который здесь спрятан. Из той же самой алькантары сделана центральная полка. Здесь у нас розетка 12 вольт. И, в принципе, больше ничего нет. Да, есть вот такая сеточка и снизу. И снизу здесь тоже небольшая ниша. Ну, конечно, багажник – это последнее, на что смотрят, наверное, при покупке такого автомобиля. Но все равно показать нужно. Опять же, какие-то чемоданы, сумки сюда поместятся легко. Кстати, мало кто об этом знает. Вообще, вот есть здесь такая ниша, которая открывается-закрывается. И здесь скрывается полноценная розетка на 220 вольт и USB-разъем. Просто я ни у кого об этом не видел. Автомобиль, который стоит напротив, он в более традиционном цвете. Может показаться, кстати, что он черный. Да и я его тоже, в принципе, называл черным. Но он, на самом деле, с таким фиолетовым красивым оттенком. Это особенно заметно, когда на него падает свет. В принципе, диски точно такие же, передняя часть точно такая же. И все здесь точно такой же, просто другой цвет. Салон в более традиционных цветах там просто светлый с черным. Ну и в конце хотелось бы задать главный вопрос. Вот да, эти автомобили стоят по 34 миллиона рублей. Сенат, я вот только что прямо перед съемками заходил на сайты официальных дилеров Aorus. Они продаются сейчас под 40 миллионов. И как вам, вот, допустим, такая отечественная замена тем же самым Rolls-Royce, Bentley или другим каким-то премиальным автомобилям, мне кажется, получилось очень достойно. Точно есть над чем работать. Но, в принципе, компания Aorus это и не скрывает. И это надо понимать. Это были предсерийные автомобили, здесь представленные сейчас на видео. И по-любому, когда эти автомобили пойдут в серию, что-то исправят, что-то доделают. Точно так же было и с автомобилями на ходу, с сенатами. То есть там адаптировали коробку и все остальное. Ну, большое спасибо вам за просмотр. Большое спасибо музею гаража особого назначения за предоставленные автомобили на съемку. Подписывайтесь на меня в Телеграме, ВКонтакте, ну и на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok